Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Меня не оставляет ужасная обида на жизнь. Я надеялась, что в прошлых отношениях с человеком можно завести детей, и он создавал впечатление надёжного, и не только у меня. На словах он сказал того же, что и я. Имел такие же ценности, так правильно рассуждал, но при этом оказалось просто это всё не со мной, а я так временное явление. Он просто присматривался ко мне всё это время, а я размечтала, что чего-то ждала и надеялась. Это ужасное предательство, чувствую себя брошенной трапкой. Я потратила время, а теперь мне слишком много лет. Эта неудача отравляет мне жизнь, хотя я вроде и не ставлю на себе крест. Я, конечно, сделал вывод, что надо сразу выяснять про совместные планы, но он настолько казался хорошим, что уж он-то меня точно не бросит и не разочарует. И всё со временем у нас будет, и что мы будем жить вместе и заведём детей. Он был для меня авторитет в хорошем смысле слова. Я не подозревал о ничё, но боялся его потерять, если буду что-то хотеть от него. Вот так он меня бросил, я потратил на него 7 лет. Теперь у меня нет веры в нормальные отношения, не знаю, как теперь её вернуть. Может, вы подскажете? Ну, я думаю, что если у вас нет веры, то вряд ли вам можно что-то подсказать. На самом деле, подсказать здесь можно только одно – пойти на психотерапию. Потому как дети, конечно, важны, но то, что вы всё своё существо сводите к детям, и такое чувство, что как бы идеализируете мужчину, который может вам этих самых детей подарить, то нет ничего удивительного, что вами проманипулировали с помощью надежды. Надежды на то, чтобы завести детей. На самом деле, проблематика здесь заключается в том, что ни авторитет, ни идеализация человека, о которых вы пишете в своём сообщении, не является тем, на чём можно выстроить равноправные, адекватные, здоровые отношения. Потому что вы его ставили выше себя, себя вы, соответственно, принижали, а вы не говорили о том, что вы хотите, а значит, вы не были с ним с собой ради того, чтобы получить то, что вам нужно в итоге. В итоге получилось то, что получилось. Поэтому я бы сказал, что ваша глобальная проблема заключается в том, что вы строите отношения ради детей. Более локальная проблема заключается в том, что за детьми вы не видите личность человека. Дело в том, что ни обсуждение планов, ни выяснение этих самых планов, ни обещания не даёт стопроцентной гарантии, что человек захочет с вами быть всё время. Вот вы говорите, что вы подразили 7 лет. Попробуйте задать себе вопрос, а почему я не могу быть благодарным человеку за эти 7 лет? Пятёнок провёл с вами, вы были в отношениях. Почему вы не можете быть ему благодарными? Потому что вам не дали реализовать то, что вы хотите. Но отношение такая штука, где никто ни в чём не может быть уверен. Отношение такая штука, где никто не может быть уверен в том, что что завтра я захочу быть с тобой. Такова реальность. И если вы эту реальность не признаёте, если вы не готовы отпустить человека в любой момент, нельзя говорить о любви в отношениях. А если нельзя говорить о любви в отношениях, то мы говорим либо о жертвенности, либо о выгоде. И в случае жертвенности здесь, по сути, только разочарование. В случае выгоды, ну, необходимо замотивировать человека, да, и договориться, обязательно договориться, что я тебя не люблю, что я просто хочу от тебя детей, и всё. И необходимо замотивировать человека, чтобы выгода должна быть обоюдной, если вы так выстраиваете отношения. Вот, собственно, и всё. То-то-то обида – это детское чувство, это перекладывание ответственности на другого человека за то, что не обрадались ваши ожидания. Дело в том, что дети являются одной из форм вашей потребности, которую можно реализовать и не только в форме детей. Да и в форме детей, в общем-то, можно реализовать ваши потребности, не обязательно для этого находясь в отношениях. Понимаете? То есть такое ощущение, что вы просто хотите себя защитить, защитить с помощью детей, с помощью брака, ну, обезопасить себя. Обезопасить себя. И желание обезопасить себя абсолютно нормально и естественно, но вряд ли можно говорить о какой-то гарантии этого в отношениях. То есть обезопасить себя вы можете сами. Ну, просто сами. То есть... Безопасность – это история про личные границы. Безопасность – это история про контакт с самой собой. То есть когда и если вы, например, чего-то хотите, да, то вы прямо человеку об этом говорите. И в принципе на этом всё. Если вы человеку не говорите о том, что вы хотите, то вы уже нарушаете свою безопасность, нравится вам это или нет. То есть, понимаете, я хочу одного, да, но в итоге игнорирую реальные действия, которые могу сделать для того, чтобы чувствовать себя безопасно. Обида также свидетельствует о том, что у вас несколько занятий на смазанках, потому что вы говорите, ну, уж он меня точно не бросит. Предполагая, предполагая, что вас почему-то должны бросить. Это довольно интересный момент, что вы внутренне как будто бы готовы к тому, что вас бросит. Это и есть проблематика самооценки. То есть внутреннее обесценивание. Предательство. Ну, предательство – это, конечно, про ожидания неоправданные. Неоправданные. И предательством вы объясняете себе то, что человек не оправдал вашей надежды. Можно его обвинять. Но можно, в принципе, изменить к этому отношение, взять ответственность на себя и признать, что это только ваши ожидания, которые обусловлены важными же потребностями. И всё. Вот. То есть вы пытаетесь опереться на человека, но не опираетесь на себя. и это, на мой взгляд, является серьёзной проблемой. Понимаете, да? Поэтому я думаю, что вот с этими вещами нужно поработать. Здесь дело-то не в вере, не в вере, как мне кажется. то есть вера, это, ну, принятие чего-то на веру, это история больше про положиться. То есть вы как бы говорите, ну вот я сейчас как положусь на этого хорошего человека, и всё у меня будет хорошо. И поставлю всё на него. Ну, а с ребятовой почему забываете? Есть же ещё и вы. Вот. Поэтому я не думаю, что на человека можно и нужно ставить всё. на человека. Я думаю, что он не нужно ставить всё на человека. Достаточно, если вы как-то вот ну, не забываете про себя. а тут вы про себя забыли. Это очень грустно на самом деле. Самое грустное, самое грустное то, что вы себя по сути обесцениваете. обесцениваете. Самое грустное то, что вы по сути относитесь даже сами к себе как к средству для достижения своей цели. То есть цели, например, в данном случае ну, в данном случае, например, стать матерью. Вот. И для вас стать матерью настолько важно, что вы готовы ради этого терпеть то, что вам не нравится. Терпеть и не говорить о том, чего вы хотели бы. Вот это, на мой взгляд, является довольно серьезной проблемой. Понимаете? А это же влияет на то, как вы устраиваете отношения с человеком. То есть из такой позиции вы не можете устраивать человеком равноправных и партнерских и партнерских отношений. К сожалению. Ну, опять же, хотите вы этого или нет? Но это сделать невозможно. Поэтому, на мой взгляд, ваша задача заключается в том, чтобы вот эти моменты все подкорректировать. Понимаете? И тогда вы с удивлением возможно обнаружите, что вера вам особо не нужна. Не нужна вам вера. Достаточно просто быть собой, достаточно свободной и все. А сейчас, я надеюсь, вы не будете с этим спорить, но сейчас вы очень не свободны. Вы сейчас прям-таки зависите от того, встретите ли вы хорошего, идеального человека или нет. Собственно, это то, что вы делаете. Вы пытаетесь найти хорошего, идеального человека, который отвечал бы вашим запросам. Вот. А таких людей нет, потому что у всех есть свои какие-то нюансы, у всех есть своя какая-то история. Вот. У всех есть свои подводные камни. И это нормально. И у вас они есть. То, что вы ищете идеального человека, на мой взгляд, связано с тем, что вы опять же в какой-то степени обесцениваете себя. То есть вы считаете, например, себя неидеальной, по ряду причин себя обесцениваете и в другом человеке надеетесь найти, что называется спасение. Вот. Ну, куда вас это приведет? Я думаю, вы уже сами могли в принципе заметить. явно ни к чему хорошему. И вот идея здесь в том, что вам решать, как будет дальше развиваться ваша жизнь и хотите ли вы себе что-то менять. на этом все. Я надеюсь, что вам это было полезно и интересно. Буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь за помощью. Вам она пригодится. Редактор субтитров